Здравствуйте, уважаемые подписчики! На связи с вами Сергей Михалевич. И в этом маленьком мини-курсе я вам расскажу о таком прекрасном редакторе, как Sublime Text. Этот редактор я использую для верстки сайтов. Он очень удобен, если его, конечно же, правильно настроить. Поэтому в этом курсе я вам покажу, какие плагины я подключаю, как я его настраиваю, комбинация горячих клавиш. То есть мы сделаем, так сказать, редактор, в котором можно будет верстать от души. Поэтому этот курс будет интересен тем, кто именно интересуется версткой сайтов. И в этом видеокурсе мы с вами не только установим этот редактор, но также и настроим его, чтобы нам было максимально удобно верстать сайты. Итак, я предлагаю начать с детского сада, так сказать. Это установка данного редактора. Поэтому давайте мы здесь перейдем на сайт sublime-text.com, вот этот вот, и нажмем на кнопочку Download. Так, здесь, видимо, у нас получается вторая версия редактора, но я уже верстаю на третьей. Поэтому вместо двоечки здесь поставим троечку, вот так вот. И видим, мы получили доступ к sublime-text 3. Итак, что необходимо сделать здесь? Здесь нам надо выбрать версию для своей операционной системы. У меня стоит Windows 64 бита, поэтому я буду скачивать именно вот эту версию, только Partable версию. То есть, это будет обычный zip-архив, мы разрахивируем программу в отдельную папочку, и таким образом она у нас уже будет в рабочем состоянии, не засоряя системный реестр. Поэтому жму вот на ссылочку Partable Version, так, и редактор начинает скачиваться, видимо. После того, как редактор скачался, давайте мы, я его найду, вот этот архивчик у меня. Давайте мы создадим на каком-нибудь диске папочку, я буду работать у себя вот здесь, и создам папку под названием st3. Сюда мы разместим файлы нашей программы, с которой будем работать в течение данного видеокурса. Итак, я захожу в эту папочку и открываю архивчик, и все файлы из этого архива я перетаскиваю прямо в эту папку. Так, видим, у нас пошло это все дело. И теперь осталось только запустить наш редактор Sublime Text. Так, запускаем его, и видим, вот появилось наше окошечко, самое первое редактор. Давайте я его растяну на всю ширину записи видео с экрана. И вот мы получили вот такой редактор. Если у вас он запустился, можно смело переходить уже к следующему занятию.